Здравствуйте! В эфире новости в студии Казам Кулиев. В начале коротко. Главное. Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Иорданией. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон. Введем в эксплуатацию танкер «Зангилан», построенный на Бакинском судостроительном заводе. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна. Армения закрывает глаза на деятельность подрывных элементов на своей территории, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Община Западного Азербайджана отреагировала на действия остатков незаконного режима в Ереване. Азербайджанской полиции исполняется 106 лет. Откуда берет начало профессиональный праздник сотрудников полиции? Сегодня в выпуске. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между правительством Азербайджанской республики и правительством Иорданского Хашемитского королевства. Глава государства также подписал указ об утверждении соглашения о сотрудничестве в области водного хозяйства между правительством Азербайджанской республики и правительством Турецкой республики. Также президент Ильхам Алиев утвердил четыре соглашения с Таджикистаном в области миграции, технической защиты информации, цифровой торговли и охраны промышленной собственности. Ильхам Алиев Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию танкера «Зангелан», построенного на Бакинском судостроительном заводе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев Азербайджанское Каспийское морское пароходство Председатель закрытого акционерного общества Азербайджанское Каспийское морское пароходство Рауф Вялиев отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Танкеру присвоено имя «Зангелана» — исконной и вечной азербайджанской земли, освобожденной нашей славной армией под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Участие президента Ильхама Алиева, поднявшего азербайджанский флаг в «Зангелане» после 44-дневной Отечественной войны в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера «Зангелан», который будет плавать в международных водах под нашим трехцветным флагом, имеет очень большое символическое значение. «Зангелан» — четвертый отечественный танкер, построенный на Бакинском судостроительном заводе. В отличие от ранее введенных в эксплуатацию танкеров «Лачин» и «Кельбеджар», танкер «Зангелан», так же, как и академик Хошперт Юсиф Заде, будет переводить как нефть, так и химическую продукцию. На Бакинском судостроительном заводе планируется построить для АСКО еще три танкера такого же типа, как «Зангелан». В связи с этим получены заказы и подписаны соответствующие контракты. Информируя президента Ильхамалиева, о танкере Рауф Вялиев сообщил, что концепция «Зангелана», отличающегося уникальным дизайном и обладающего широкими возможностями по своим техническим показателям, была разработана в рамках успешного сотрудничества с Морским инженерным бюро Одессы. Танкер «Дедвейтом» 7 875 тонн оснащен оборудованием ведущих мировых компаний. Технические показатели судна, в частности осадка в воде, позволяют ему заходить в относительно мелководные порты Каспийского бассейна и перевозить грузы за пределами Каспия с максимальной грузоподъемностью. Танкер нового поколения «Зангелан», так же, как и другие танкеры отечественного производства, будет эксплуатироваться в водах Каспия и за его пределами. Председатель правления ООО «Бакинский судостроительный завод» Эльшат Нуреев проинформировал главу государства о деятельности предприятия. По его словам, на заводе, где работают в общей сложности 1046 человек, продолжается строительство одного парома типа «РОПАКС», двух танкеров и одного дноуглубительного судна. Два танкера, четыре водолазных и три скоростных пассажирских судна находятся в стадии проектирования. На стадии заключения находятся контракты по четырем сухогрузам, одному патрульному катеру и одному пожарному судну. Завод подписал контракты на строительство пяти торговых и восьми служебных судов. Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую сдачу танкера в эксплуатацию. Следует отметить, что всего с момента создания АСКО было введено в эксплуатацию 29 новых судов. Также в соответствии с программой стратегического развития судоходства, одобренной Наблюдательным советом АСКО, «Бакинский судостроительный завод» получил новые заказы на строительство 11 судов. В целом, реализованные в последние годы широкомасштабные меры по обновлению флота и строительству новых судов вносят огромный вклад в сохранение ведущих позиций АСКО на Каспии. Удовлетворение спроса на суда при растущих объемах транзитных грузоперевозок через территорию Азербайджана, успешную реализацию нефтегазовых проектов на Каспии. Проводимые в этом направлении масштабные работы также играют важную роль в укреплении и расширении позиций пароходства в водах за пределами Каспийского моря. Наряду с этим за последний год были реализованы успешные проекты по сдаче в эксплуатацию более крупных судов нового типа в международных водах. В 2023 году в зарубежных водах под флагом Азербайджана были введены в эксплуатацию три танкера типа «Афромакс» под названиями «Шуша», «Карабах», «Зангизур». С вводом в эксплуатацию в мае этого года в Китае сухогруза типа «Хэндисайз» под названием «Ходжалы» пароходство вошло в новый сегмент в сухогрузных перевозках. Первый рейс этого судна был совершен из порта Бакпьюнг в Южной Корее в порт Портленд в США. Судно уже находится в порту назначения и в настоящее время выполняются разгрузочные работы. Следует также отметить, что этим рейсом «Ходжалы» вошло в историю как первое судно, вошедшее в американские воды под флагом независимого Азербайджана. Проделанная работа является результатом динамичного развития нашей страны в экономической сфере в целом. Азербайджан в настоящее время способен максимально защитить свою экономику от негативных тенденций, вызванных происходящими в мире геополитическими кризисами. Сегодня серьезные темпы развития наблюдаются во всех отраслях, в том числе и в сфере морского транспорта. И в основе этого лежит успешная экономическая политика, реализуемая под руководством президента Ильхама Алиева. Сегодня азербайджанской полиции исполняется 106 лет. По этому случаю министр экономики поделился публикацией в соцсети Facebook. «Искренне поздравляем азербайджанских полицейских, представителей ответственной профессии, стоящих на страже общественного порядка и нашей безопасности. С днем полиции!» – написал Микел Джапаров. Отметим, что 2 июля был объявлен днем полиции Азербайджана, согласно указу общенационального лидера Гейдара Алиева от 24 мая 1998 года. Именно 2 июля 1918 года были учреждены первые органы полиции в составе МВД Азербайджанской демократической республики. По случаю 106-летия азербайджанской полиции Министерство внутренних дел Азербайджана представило видеоролик. Кадры подписаны следующими словами «Стоим на страже безопасности азербайджанского народа». «Стоим на страже безопасности азербайджанского народа» «Стоим на страже безопасности азербайджанского народа» «Стоим на страже безопасности азербайджана之前», «Стоим на страже безопасности азербайджанского народа». «Стоим на страж able track pouv-" Продолжение следует... 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 Продолжение следует...